Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня предельно важное видео, тема Метаболический синдром и системные хронические воспаления 5 в 1 Где грань здоровья и болезни? Первый сигнал с того света Не буду терять время, начинаю Пока не поздно, измените свою жизнь Пусть вас пока особо ничего и не беспокоит Думайте о завтрашнем дне Пройдите вот эти исследования, о которых я скоро расскажу И тогда будете знать, что можно ожидать совсем скоро Из данного видео вы узнаете о развитии метаболического синдрома Почему и как развивается этот синдром Причем тут системные хронические воспаления, повышенный инсулин и сахар Развитие инсулинорезистентности и ускоренное старение организма Как это все взаимосвязано с разными болезнями И что делать для того, чтобы не допустить или остановить развитие метаболического синдрома И его негативных последствий Итак, сердечно-сосудистые заболевания Сахарный диабет второго типа Болезнь Альцгеймера, деменция, проблемы с суставами Всевозможные аутоиммунные заболевания, онкология Эти и другие группы заболеваний, как правило, начинаются с метаболического синдрома И заметьте, все это на фоне относительно нормального самочувствия Человека пока может ничего и не беспокоить Но этот синдром уже есть Он развивается и обязательно рано или поздно приведет к проблемам Итак, вот вам пять факторов и проблем Сначала кратко перечислю и потом расшифрую Первое, это пузооткладывание висцерального жира Второе, дислипидемия Это нарушение нормального физиологичного соотношения липидов, то есть жиров в крови Третье, это повышенный уровень гликированного гемоглобина Четвертое, это повышенное артериальное давление, то есть артериальная гипертензия И пятое, это инсулинорезистентность Итак, по порядку Первое, увеличенный объем талии Когда живот не плоский, каким он должен быть в нормальном состоянии любого здорового человека Выпирающий, имеющий складки и тому подобное Есть такие люди, которые жиреют быстрее по всему объему тела пропорционально При том, что внутренние органы жиреют не сразу А есть такие люди, у кого происходит вначале висцеральное ожирение То есть жир откладывается на внутренних органах А потом уже, но это не обязательно, и все тело То есть развивается, нарастает подкожный жир Так вот, висцеральное ожирение самое страшное Показатель ему выпирающий живот Разумеется, плохо любое ожирение Но именно такое ожирение висцеральное Самое опасное для печени, поджелудочной железы и всех других органов Худой человек не значит здоровый Но жирный всегда больной Смотрите на живот, это главный показатель И вот это мое видео потом непременно посмотрите Второе, дислепидемия Так вот, необходимо сделать липидограмму Это анализ крови на 3 глицериды, на плохой и хороший холестерин Это очень важные анализы, по которым можно многое сказать о том, что ждать в ближайшее время Третье, уровень гликированного гемоглобина Если он повышен, это плохо Надо исследовать количество глюкозы на месяц в крови То есть в течение месяца проводится исследование Это в идеале А также на рост инсулина в крови Норма по инсулину идиотская и размытая От 2,6 до 29 Ну, конечно, разумному человеку любому понятно, что разница показателей в 10 раз По крайней мере, по гормону Это, конечно, глупость и абсурд Разумеется, 29 это уже диабет Норма же, запомните 5,6, не более Если повышен инсулин, это плохо Выше 5,6 это уже точно показатель инсулинорезистентности, как минимум А это первая ступень к диабету второго типа И, конечно, первая ступень к метаболическому синдрому А люди это не учитывают Даже и многие врачи Люди не проверяются, а потом как обухом по голове Но помните, что при наличии тех или иных заболеваний Вы к ним шли долгие годы Каким образом? Как по поговорке Копали себе могилу вилками и ложками Как это не прискорбно и кому-то неприятно звучит Четвертое Повышенное артериальное давление А сейчас буквально 30 секунд моей рекламы Уважаемые зрители Всем, кому дорого свое здоровье и своих близких Заходите на мой сайт nadgar.ru Посмотрите хотя бы два раздела Отзывы и новинки Ну а потом то, что вы захотите Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары Вы можете заказать на нашем сайте И мы вам их отправим в любые города России И любые страны мира От Казахстана до Великобритании От Кореи до США Все это налажено Обо всем сказано на нашем сайте В разделе доставка и оплата Поэтому заходите, посмотрите Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным Четвертое Повышенное артериальное давление Или, правильно говоря, артериальная гипертензия Да, норма 120 на 80 130 на 80 Примерно так Хотя я очень советую вам посмотреть Вот эти два моих видео Про артериальную гипертензию Первую часть Где речь идет про защемление кровеносных сосудов Как главной проблемой гипертензии Но не единственной И второе видео Про спазмирование артерий по нескольким причинам И, конечно же, даны советы Как не допустить и как излечить артериальную гипертензию А это возможно Если вы уберете причины Пока не уберете Любые препараты бессмысленны Они будут только поддерживать И то временно И запомните Давление не должно отличаться в 20 лет И в 100 лет Сильно не должно И не путайте возраст с болезнями Они друг с другом связаны Не напрямую Пятое Наличие инсулинорезистентности И как следствие Усталость Уже утром Разбиты ходите весь день После еды хочется спать Отдохнуть Вот это лакмус Но все же Непременно посмотрите потом мое видео Инсулинорезистентность Там досконально я все поясняю Почему и как развивается метаболический синдром А развивается он долго И тогда Когда количество калорий Энергии Которую человек получает с пищей за сутки Больше Чем он тратит этой энергии в этот день И так каждый день А люди-то в основном так и питаются Но ресурсы организма ограничены И запас прочности с возрастом снижается Тем более Если этот запас прочности насиловать Тогда в 40 лет Он не будет таковым Как в 20 И так метаболический синдром Это нарушение энергобаланса И переводы этой лишней энергии в жир Лишние калории Избыток энергии А конкретный избыток сахаров Приводит к откладыванию жира Во внутренних органах Тогда ухудшается кровоток этих тканей Иммунная система провоцирует выработку интерлекинов А они начинают разрушать все клетки С которыми соприкасаются Куда их может доставить кровь А это что? Это суставы Нервная система Стенки сосудов Это в первую очередь И во вторую Такие органы Как печень Поджелудочная железа Почки Ну а далее все прочие органы И запомните Вот такое состояние И есть системное хроническое воспаление организма Очаги могут быть где угодно А эти воспаления Есть главные причины Ускоренного старения Всего организма И ранних болезней И преждевременной смерти Конечно Инсулин растет Из-за висцерального жира Когда ткани к инсулину становятся менее восприимчивы И это происходит из-за потребления избыточных сахаров И пусть у вас сахар в крови при анализах пока еще в норме Это само по себе ни о чем не говорит Не успокаиваетесь этим Если вы едите сладкое А анализы на сахар у вас пока в норме Знайте, что сахар у вас не растет пока Только за счет большего производства поджелудочной железой гормона инсулина А вот по анализам на инсулин как раз и ясно Что его становится больше Но сахар пока сдерживается И это что называется первый свисток с того света Но чувствительность клеток к инсулину падает Как раз из-за развития и прогрессирования Инсулинорезистентности и метаболического синдрома Потому и нужны те анализы, о которых я уже говорил Чтобы понять, что происходит уже сейчас на данном этапе Пока до края еще дело не дошло При метаболическом синдроме еще и угнетаются процессы аутофагии То есть самоочищение на клеточном уровне И все эти факторы, о которых я вам рассказывал сейчас Являются причинами развития онкологии Что делать? Ну, во-первых, осознать, что у вас есть метаболический синдром У вас есть проблемы Что нельзя больше гнать эти проблемы от себя Что это небезопасно Что это все серьезно И завтра будет трагедия И вот тогда, как разумные люди, начать действовать Действовать уже сегодня, сейчас И еще мой совет Не надо надеяться на врачей и перекладывать на них свои проблемы Ведь у многих врачей есть тот же самый метаболический синдром, как и у вас Потому что они точно так же питаются в большинстве своем И не понимают главного Не знают законов биологии и биохимии Когда-то изучали, ну, как по Пушкину Как-нибудь и чему-нибудь И не слушайте обжор, который любит говорить про свой организм Успокаивая себя, что, мол, надо слушать свой организм, что он хочет Или организм просит, ну и прочие глупости А вот к этим глупым выражениям добавляйте одно слово Всего лишь одно, но которое все расставит на свои места Слово больной И вот тогда больной организм просит, больной организм хочет Вот это будет совершенно справедливо И слушать надо не голос пуза, а голос разума Алкоголик тоже слушает свой организм и тянется к очередному стакану А курильщик к табаку Аналогия, надеюсь, понятна? Не все полезно, что в рот полезло А рецепты излечения от метаболического синдрома универсальны Точно такие же, как и для замедления старения Как и для профилактики онкологии Как и для снижения сахара в крови Как и для похудения, кто имеет лишнюю массу тела Вообще для нормализации обменных процессов Итак, вот они советы Не нарушайте свой энергобаланс И живите на низкокалорийном питании, а не на высококалорийном И тогда проживете дольше Не прожигайте жизнь впустую и быстро Вспомните про того же Зацепина, когда ему был юбилей 95 лет И он показывал, что и главное, в каком количестве он ест Ну, говоря и показывая свой холодильник Уверяю вас, это раз в 10 меньше, чем ест обычный человек Не в 2-3 раза, а раз в 10, серьезно Далее, убирайте сахара из рациона питания К добру они не приведут Иначе вы не уберете инсулинорезистентность И, соответственно, висцеральный жир А значит, не уберете свои воспалительные процессы в организме Которые запускает наша же иммунная система В ответ на рост жировой ткани И на повышенный сахар, и на повышенный инсулин А если он повышен, повреждаются сосуды и другие ткани Возникает атеросклероз На защиту поврежденных сосудов идут тромбоциты А далее возникают тромбозы Тромбы отрываются, вот вам инсульты, инфаркты А виной тому не жиры в питании А именно сахара Глюкоза, фруктоза, сахароза И эти сахара провоцируют воспаление в организме Со всеми описанными мною последствиями Повышайте свою природную, натуральную, естественную аутофагию Чем? Интервальным питанием, то есть интервальным голоданием Травой, марингой, физической активностью Низкокалорийным питанием и физическими нагрузками Итак, мой вам совет Перейдите на интервальное питание или так называемое голодание Не ешьте после 16.00 Ну, по крайней мере, после 18.00 И главное здесь общая схема То есть 6.18 Когда вы едите в течение 6 часов А в течение 18 не потребляете пищу Разумеется, пища должна быть низкокалорийной Калории преимущественно надо набирать из жиров, а не из углеводов Физическая активность Посильный физический труд Или как заменитель спорт Хотя самый лучший труд Это труд на земле Свежий воздух, правильное питание Снизить стрессы Обязательный ночной сон Ранние подъемы Летом по световому дню Очень важен режим И главное стабильность в этих факторах Ну, а теперь обязательно посмотрите Вот эти мои видео Не просто смотрите Я рекомендую их в просмотре конспектировать Чтобы все додетально понять, уяснить И тогда у вас возникнет чувство Как в науке оно называется Микозарение Когда вы поймете, что все Вот оно, сошлось Все разрозненные картинки Пазлы собрались в единую картину Миропонимания Вот эти мои видео Инсулино-резистентность Почему вам постоянно хочется есть? Что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней? Калории? Интервальное питание или голодание? Аутофагия? Трава-маринга? Раздельное питание? О чем говорит большой живот? Почему у вас холодные ноги? Он быстро лечит многие болезни Это о фукусе Как побороть свое обжорство? Как не толстеть с возрастом? Как очистить печень от жира? Не ешьте эти продукты А что же тогда есть? Как очистить сосуды? Гипертония первая часть И главное Гипертония вторая часть Как убрать жир Живот Бокар Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть Это уникальное место и уникальный проект Я хотел бы продать его в хорошие руки Ссылка будет в описании Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими Возможно, кому-то это мое видео поможет И вы сделаете хорошее дело Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи Вы можете на нашем сайте надгард.ру Мы отправляем наши товары, ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России Я имею в виду в других странах мира, где она работает Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания